Дом на улице Вилоновской Сад в детской картинной галерее открылся после ремонта. Старое асфальтовое покрытие полностью демонтировали и заменили на плитку. В обновленном саду появилась историческая достопримечательность – уникальный колодезный люк Самарской правительственной телефонной сети. Он был изготовлен в начале 20 века. Раньше этот люк, датированный 1915 годом, располагался на Хлебной площади. Затем его переместили на территорию сада-дома-музея Клотта. Кроме того, в ближайшее время будет решен вопрос с ремонтом самого здания усадьбы. Руководство планирует разместить там интерактивный выставочный зал. Еще один детский сад начал свою работу. В здании три этажа. У каждой группы есть своя спальня, игровая и индивидуальная кухня. Сад рассчитан на 350 детей. В возрасте от 2 до 7 лет на прилегающей территории установили большую игровую площадку. Струковский сад готов на 70%. Почти завершены основные работы. В парке заканчивают укладку плитки и начали стелить газон. 30 тысяч квадратных метров полотна сделали с учетом местных климатических условий. Систему освещения обновили. Установили 180 световых опор. Заменили все провода и подключили к электроснабжению. Завершено устройство ливневой канализации и водовода. Практически закончен монтаж системы автополива. Восстановлено ограждение. В парке трудятся 5 бригад ежедневно. Сделан специальный заезд для маломобильных граждан на углу улиц Вилоновской и Максима Горького. Капитальный ремонт проводится по приоритетному федеральному проекту формирования комфортной городской среды. 400 миллионов рублей дополнительно получит Самара на строительство Фрунзенского моста. Он должен быть достроен к 2019 году. Такую задачу поставили в федеральном правительстве. Проект «Безопасные и качественные дороги» продолжится. В ближайшие два года Самарский регион получит финансирование из федерального бюджета на ремонт дорожной сети. Завершается ремонт во дворе дома 138 по улице Победы. Он участвует в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Один двор на семь многоквартирных домов. Здесь заменили асфальтовое покрытие по специальной схеме, чтобы не скапливала дождевая вода. Также обновили бордюры и освещение. Работа ведется комплексно с учетом пожеланий жителей. Двор на улице Победы 138 – один из 35 в Кировском районе, которые будут отремонтированы до 31 октября. Обновленная площадь Куйбышева станет самой большой фан-зоной среди российских городов-участников футбольного чемпионата. Она сможет одновременно вместить 30 тысяч человек. Планируется, что на площади смонтируют большую сцену высотой 26 метров. На сцене установят светодиодный экран. Также на площади появится 50 шатров для медицинского обслуживания, обеспечения безопасности, а также точки общественного питания. Капитальный ремонт площади практически завершен. Заканчивается монтаж систем видеонаблюдения и освещения. Также рабочие обустраивают подиум памятника Валериана Куйбышева, устанавливают скверы, скамейки и урны. Субтитры создавал DimaTorzok